В эфире программа День города. Здравствуйте, в студии Анна Герцовская. Мои коллеги, репортеры телекомпании «Город», готовы познакомить вас с новостями нашего региона. И сейчас коротко о главном. Владимир Путин в Рязани. Президент страны посетил Рязанский кожзавод и подчеркнул необходимость развития новых предприятий в легкой промышленности. Долг платежом красен. О том, как можно распрощаться с квартирой в результате неоплаты коммунальных платежей. Два пожара в Рязанском регионе. В ходе одного из них без жилья остались 30 человек. Рязань с рабочим визитом посетил президент Российской Федерации Владимир Путин. В ходе поездки он провел совещание по вопросам развития легкой промышленности. В частности, речь шла о запуске новой линии производства на Рязанском кожзаводе. Владимир Путин осмотрел производственные цеха предприятия, увидел полотны кожи и уже готовую продукцию. В ходе визита президента также обсуждались вопросы противодействия производства контрафактной продукции. В частности, Владимир Путин назвал контрафакт одной из системных и хронических проблем отрасли, подрывающей не только конкуренцию на внутреннем рынке, но и несущую явную угрозу здоровью потребителей. Мы со стороны государства готовы оказывать поддержку в части компенсации затрат на сертификацию и эмологацию той продукции, которую российские производители производят для того, чтобы попасть на зарубежный рынок. Подробные материалы визиты главы Российской Федерации смотрите в эфире телекомпании «Город» 25 августа. Ночью, со среды на четверг, в Касимове произошел крупный пожар. Огнем были охвачены четыре дома. Два из них полностью сгорели. Они оказались нежилыми. Еще у двух жилых домов полностью сгорели крыши. Все люди были вовремя эвакуированы. Всего в пострадавших домах зарегистрировано 40 человек. Из них 10 детей, 8 из которых школьники. Все эвакуированные в настоящее время находятся у родственников. Практически полностью по улице Крылова 13 пострадали все квартиры, а по улице 14 в целом только второй этаж. На первом этаже четыре квартиры частично были пролиты. Усилиями пожарно-спасательных подразделений, а также добровольной пожарной охраны не допустили распространение огня на общежитие, которое находилось рядом. Привлекались также подразделения соседних районов, Касимовский район, Клепиковский район. И также были подразделения Пож-Леса. В целом к нуля часам была создана группировка, которая позволила локализовать и в дальнейшем ликвидировать пожары. В тушении пожара принимали участие 17 пожарных автомобилей, 60 человек личного состава Государственной противопожарной службы и 30 человек добровольной пожарной охраны. На место происшествия выезжали зампредобластного правительства, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при правительстве Алексей Тюменев и начальник регионального ГУ МЧС, генерал-майор внутренней службы Сергей Филиппов. Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов лично взял на контроль это дело и распорядился оказать жильцам сгоревших домов материальную помощь. В свою очередь, сейчас ведется сбор средств и всего необходимого для пострадавших от пожара жильцов. Приветствуется любая помощь. Еще один пожар случился утром 24 августа. По информации представителей МЧС, возгорание произошло на 8 этаже жилого дома на улице Тимакова в районе Дашково-Песочня. В ходе происшествия жертв нет. На момент прибытия пожарных в квартире, где случилось возгорание, никого не было. Дверь однокомнатной квартиры была открыта. Огнем была охвачена жилая комната, которая сгорела полностью. Пострадала и часть кухни. Во время тушения пожарным было спасено 2 человека, эвакуировано 15 человек. Площадь пожара составила 15 метров квадратных. К сожалению, один ребенок 2016 года рождения с предварительным диагнозом отравления угарным газом доставлен в детскую областную клиническую больницу. Причина пожара и ущерб устанавливается. Случение пожара принимало участие 5 пожарных расчетов. Представители МЧС напоминают о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности. Проверяйте электрические приборы, ложась спать и выходя из дома. А также обучайте детей правильному обращению с огнем. Берегите себя и окружающих. В советском суде города Рязани состоялось заседание, на котором было вынесено постановление об избрании меры пресечения в отношении Владимира Трушкина, бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области. Он подозревается в получении взятки в размере 80 тысяч рублей. Владимир Трушкин останется под стражей до 27 сентября 2017 года. Такое решение вынес советский районный суд. Ранее срок содержания под стражей обвиняемого истекал 27 августа. Однако завершить предварительное следствие до этого времени не удается. Кроме того, следствия имеют основания полагать, что находясь на свободе, Трушкин может скрыться от органов преградной следствии суда, может продолжить заниматься преступной деятельностью, может угрожать свидетелям и участникам уголовного судопроизводства, кончится уже доказать, что не путем спрятаться в производство уголовного дела. Адвокат бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области попросил заменить содержание под стражей Владимира Трушкина на домашний арест, ссылаясь на наличие у подсудимого ряда заболеваний. Кодательство Трушкина Владимира Дмитриевича и его защитникопутательного Владимира Алексеевича об изменении, обменяем меру причины на домашний арест, оставить без удовлетворения. Постановление может быть вложено в Рязанский областной суд через Советский райсуд города Рязани в течение трех суток со дня занесения. Напомним, что Владимир Трушкин был задержан по подозрению в получении взятки 29 июня в размере 80 тысяч рублей от руководителя одной из рязанских строительных организаций за общее покровительство по службе. В отношении Владимира Дмитриевича возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в значительном размере». По данным следствия, это произошло, когда он занимал должность первого заместителя главы администрации Рязани в период с 30 декабря 2014 года по 23 сентября 2016 года. Владимир Трушкин уволился из областного правительства в начале июня и сразу, по информации СМИ, лег в стационар, так как уже на тот момент являлся фигурантом уголовного дела. Широкий общественный резонанс вызвала замену асфальта на улице Молодцова. Два месяца назад дорогу отремонтировали. Однако новое покрытие не соответствовало заявленному качеству. Администрация города потребовала заменить негодное полотно. Сейчас улица готова к эксплуатации. Похожая история произошла и на улице Советской Армии. О том, как проверили качество проведенных работ, узнала Галина Ершова. На ремонт износившихся и строительство новых дорог в России в 2017 году из федерального бюджета было выделено почти 500 миллиардов рублей. Основную часть потратили на федеральные трассы. Еще более 30 миллиардов пошло на ремонт дорог в регионах. Средства распределили с учетом численности населения. Рязанская и Владимирская области оказались очень похожи. Их население около 1 миллиона 300 тысяч человек. Поэтому финансирование на ремонт дорог из федерального бюджета выделили одинаковое. Однако территория нашей области в полтора раза протяженнее, чем Владимирской. А значит и дорожного полотна у нас в два раза больше. В связи с этим администрация города пошла на ужесточение контроля за ремонтом дорог. И требует пятилетней гарантии от подрядчиков. Сейчас дорога не может быть принята, пока она не предоставит данные лабораторных испытаний. При этом не только в лаборатории «Газпромнефть», где мы сейчас находимся. Также в лаборатории Министерства транспорта автомобильных дорог Рязанской области. Где показывается соответствие зернового состава заявленному. Показывается, подтверждается наличие полимер вяжущих элементов. И соответственно ее плотность. Крен – это небольшой кусочек асфальта, вырезанный непосредственно из готовой дороги. Наш образец взяли 17 августа с улицы Советской армии, где недавно подошла к концу переделка дорожного полотна. После первого ремонта асфальт на улице не соответствовал заявленным техническим характеристикам. В следующем году мы могли получить уже разрушение на данном участке. Пришлось бы возиться с гарантией, приглашать подрядчика. Лучше сразу в процессе работы мы этот вопрос подкорректировали. С обновленной дороги вновь взяли пробы. Испытания проводятся в научно-исследовательском центре «Газпромнефть» битумные материалы на базе рязанского актива компании. Их лаборатория стала лучшей по комплектации оборудования и квалификации персонала на территории России. Она сотрудничает со множеством областей. Среди них Камчатка, Сахалин, Омск, Центральный федеральный округ и, конечно, Рязань. Отобранный керн с покрытием мы расплавляем в сушильном шкафу при температуре 175 градусов и получаем на выходе уже асфальтобетонную смесь в разуплотненном состоянии. Далее смесь остывает при комнатной температуре до 60 градусов и помещается в асфальтоанализатор. Весь процесс автоматизирован полностью, то есть участие оператора, инженера, лаборанта здесь минимально. И человеческий фактор, который может повлиять на какие-то ошибки, он совершенно исключен. Проверка качества асфальта похожа на составление рецепта. По готовому продукту нужно понять исходные компоненты и их соотношение. Путем промывки смесь делят на составляющие – минеральный материал и вяжущий компонент. Каждый из них будет тестироваться отдельно. Крупные породы просеивают на ситах, отделяя песок от щебня. Это основа рецепта. Скреплять его должен полимерно-битумный вяжущий. Наличие его частиц проверяют с помощью электронного микроскопа. Они должны быть мелкими, очень такими, однородно расположенным по всему экрану, как бы по всей картинке. Сплошность должна быть достаточно такая густая. Это идеальная структура полимерно-битумного вяжущего. Новое полотно на улицах Молодцова и Советской Армии соответствует установленным стандартам. Полный цикл проверки занял 10 часов непрерывной работы. А документы подрядчик сможет получить в течение двух дней. Без подобной проверки сейчас в Рязани не может быть принята в эксплуатацию ни одна дорога региона. Результат для жителей будет очевиден. Я надеюсь, в года, в ближайшие 4-5 лет, с теми дорогами, которые делаются в этом году, мы не должны наблюдать каких-либо проблем. На местах контролируют качество покрытия сразу три организации. Это управление благоустройством города, специалисты дирекции по благоустройству города, а также приезжают федеральные эксперты. Если они обнаруживают дефекты, то подрядчик должен будет устранить их за свой счет. Поэтому администрация города работает только с крупными организациями, способными нести ответственность за свою работу. Одним из них стала группа компаний «Велком». Улицу Вторую линию они построили в 2010 году. Для изготовления верхнего слоя здесь впервые в Рязани был применен асфальт шима. Он особо устойчив к стиранию за счет большой доли содержания высококачественного щебня – гранита. На ней сейчас только возникают первые следы разрушения верхнего слоя. Это семилетний срок. И небольшими ремонтными усилиями можно продлить срок эксплуатации еще на 3-5 лет минимум. Таким образом, верхний слой покрытия прослужит 12 лет, вплоть до следующего капитального ремонта. Участок дороги от перекрестка второй линии до улицы Дзержинского был отремонтирован компанией в 2013 году. А от второй линии к манежу «Юность» дорогу в 2015-м сделал другой подрядчик. Разница видна невооруженным глазом. Это оказалось возможно благодаря использованию в асфальтобетонной смеси двух видов добавок, привезенных из Германии. Их порекомендовал технолог компании Фридрих Мюллер. Немцы используют их при ремонте всех видов дорог. Одна добавка делает битум лучше, и вторая добавка делает битум одинаково, как полимерный битум. Эластический, и лучше для зимы, и лучше для времени, лучше сабильнее. Прижилась новая технология и на Рязанской земле. Она зарекомендовала себя при строительстве северного обхода – участка дороги от путепровода до путепровода. За четыре года здесь не обнаружено признаков ускоренного старения асфальта. Эту же технологию применят и на других нагруженных трассах города. Начали выполнять ремонт дороги по улице Кубежской шоссе. И там вот эти два вида добавок также будут применены при изготовлении асфальта. Традиционный ремонт дороги будет проходить преимущественно в ночное время суток, чтобы не мешать движению транспорта и не создавать дискомфорта для жителей города. А благодаря высоким требованиям к качеству работ и используемых материалов, граждане могут быть уверены, что повторный ремонт на этом участке пройдет лишь через десяток лет. Долг платежом красен. Даже если речь идет о долгах за коммунальные услуги. Проще говоря, спокойнее и приятнее жить тем, кто осознает и выполняет свои обязанности. Иначе с задолжником может случиться неприятная история. Так произошло с рязанским мужчиной, который на протяжении долгих лет не платил за квартиру. Судебные приставы, дверь откройте, пожалуйста. Октябрьский городок, дом 40. Здесь проживает Вадим Горбатов. И задолженность его составляет около 70 тысяч рублей. Мужчина оказался вежливым и сразу впустил судебных приставов в свою квартиру. Он рассказал, что практически устроился на работу. Осталось только дождаться звонка. Судебные приставы арестовали часть имущества. Теперь, если через 10 дней задолженность не будет погашена, то мужчина его попросту лишится. Соседи разводят руками. По-человечески жалко. Жалко его. Но с другой стороны, конечно, надо заставить его работать. Перед началом отопительного сезона в Рязани продолжают взыскиваться долги за газ, тепло и электроэнергию управлением Федеральной службы судебных приставов. В настоящее время уже находится около полутора тысяч исполнительных производств на сумму более 100 миллионов рублей. За истекший период 2017 года, благодаря применению к должнику мер принудительного исполнения, предусмотренных 229-м Федеральным законом об исполнительном производстве, с рязанцев взыскано более 15 миллионов рублей в счет погашения задолженности по исполнительным производствам, где взыскателем является Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей. С начала 2017 года уже арестовано имущество на сумму около 3 миллионов рублей. Практика показывает, что такая мера является одной из самых действенных, а впоследствии побуждает граждан к полному погашению задолженности. Управление Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области призывает рязанцев к своевременной оплате задолженностей, в том числе в пользу организации топливно-энергетического комплекса, до предъявления взыскателям исполнительных документов в структурные подразделения управления для принудительного исполнения, а также во избежание применения мер принудительного исполнения в ходе совершения исполнительных действий в рамках возбужденных исполнительных производств. Рязанские полицейские за прошедшие 5 дней пресекли 170 нарушений миграционного законодательства. В регионе было проведено более 100 мероприятий в местах массового пребывания и проживания иностранных граждан. В проверке приняли участие сотрудники Управления по делам миграции и Управление по организации охраны общественного порядка МВД России в Рязанской области. Среди выявленных фактов иностранные граждане нарушили правила въезда, пребывания, осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Также в ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции были пресечены факты незаконной реализации спиртного вне стационарных объектах торговли, в которых такая деятельность запрещена. Торговля спиртным без лицензии, а также сбыта алкогольной продукции с признаками контрафакта. Рейдовые мероприятия в настоящее время продолжаются. К другим темам. В четверг, 24 августа в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открылась выставка «Хранители природы». Большинство ее экспонатов приехали к нам из Окского биосферного заповедника, чтобы поразить, удивить и заинтересовать жителей и гостей города. На открытии выставки побывала Ирина Ковалева. Уголок дикой природы, затерявшийся на бескрайних просторах Рязанской области. Именно так можно назвать Окский государственный биосферный заповедник. Слышали о нем многие, но вот побывать там наверняка удалось пока не каждому. Сегодня же у всех рязанцев и гостей города есть возможность познакомиться с заповедником, не выезжая за пределы города. Достаточно просто посетить выставку «Хранители природы», которая открылась в Рязанском Кремле. Основная цель выставки – привлечь внимание наших рязанцев и гостей к особо охраням и природным территориям. Мы хотим показать, что в нашей Рязанской области существует островок дикой природы или заповедный островок, который требует уважения и эпитетного отношения к нему. И поэтому мы сегодня привезли различные экспонаты, можно сказать, чтобы в разных направлениях ознакомиться с природой заповедника и также с его деятельностью. Окский биосферный заповедник был создан в 1935 году с целью сохранения всего лишь одного реликтового зверька – выхухоли. Сегодня же заповедник занимается охраной и сохранением всего природного комплекса Мещеры, который включает в себя огромное количество самых разнообразных животных, птиц, рыб и растений. Красота природы Мещерского края всегда вдохновляла на творчество художников и фотографов. Именно благодаря им сегодня мы можем перенестись в Окский заповедник, полюбоваться его удивительными пейзажами и познакомиться с многочисленными обитателями. Стать еще ближе к миру животных посетителям экспозиции помог и Рязанский Кремль, который также предоставил свои экспонаты для этой выставки. Дело в том, что музей природы, который находится в визит-центре, хранит только те экспонаты, которые у них экспонируются, и на выставку их привезти нельзя. У нас есть наш собственный естественно-научный фонд, которым мы решили оживить эту выставку, чтобы люди могли наглядно увидеть тех животных, о которых на выставке рассказывается. Также на этой выставке можно познакомиться с сотрудниками Окского биосферного заповедника и с той деятельностью, которую они ведут. В числе прочих направлений активная просветительская работа, направленная в том числе на детей. Они с удовольствием занимаются в студии Лепки при заповеднике и создают маленькие копии обитателей Мещеры. При этом ребята учатся бережному отношению к природе. Допустим, вот этот пенек, мы его назовем экологический пенек. Почему экологический? Потому что дерево уже засохло, но все равно оно дает жизнь другим. Тут и белки, тут какие-то птички, сова сидит, в общем, там внизу червячки, мышки. Дети, когда делают, они играют. И заодно, когда они играют, у них получается, как бы, они проигрывают то поведение свое, какое должно быть вообще в жизни. Открытие выставки «Хранители природы» прошло в довольно необычном формате. Помимо традиционных выступлений организаторов, для зрителей несколько композиций исполнила группа «Филинс», которая сотрудничает с заповедником на протяжении девяти лет. Прозвучала в выставочном зале и песня «Журавли», исполняемая коллективом ежегодно на экологическом празднике «День журавля» и ставший его гимном. Вполне возможно, что это не последнее выступление «Филинс» в стенах этого выставочного зала. Ну а познакомиться с экспонатами и принять участие в небольшом интерактиве рязанцы и гости города смогут до 15 октября. Это все новости на данный момент. За событиями следите на нашем официальном сайте, а также в группах, в соцсетях. Хорошего вам настроения и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте, с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом. Удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя, а я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты? Субтитры создавал DimaTorzok